Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале Заречной в студии Светланы Теплухиной. Коротко о главном. Не устояли перед стихией. Пронесшимся над заречным шквальным ветром повалило несколько деревьев. Услышал симметреск, береза уже лежала. Прямо в пару метров береза упала от автомобиля. Вместе работают, вместе отдыхают. Праздник двора для жителей улицы Строителей и проспекта Мира стал наградой за активное участие в конкурсе общественных инициатив «Мой дом, мой двор». Сейчас можно сказать, что это уже не конкурс, это общегородское движение, в которое каждый год включается все больше и больше домов, все больше и больше наших жителей. Лучшие в профессии. Работники комбината благоустройства продолжают состязаться в мастерстве. На очередном этапе конкурса «Простых людей труда мы чтим и славим» выступили дорожные рабочие. Эта работа, она на самом деле незаметна, но она почетна. Вот все, что мы делаем, это формирует настроение у граждан. Когда все чисто, хорошо, они идут с другим настроением, добрые. Далее обо всем подробнее. Сильный ветер, обрушившийся 23 августа на Пензу, повалил в областном центре деревья. Как минимум одно рухнуло на автомобиль. Региональные СМИ сообщают также об упавшем холодильнике и железных ограждениях в городе-спутнике. В Заречном шквалистый ветер также повалил несколько деревьев. Одно из них повредило линию электропередач, другое упало на иномарку. О ликвидации последствий разгула стихии Станислав Корякин. Сотрудники комбината благоустройства и лесного хозяйства ликвидируют последствия шквала, пронесшегося над Заречном 23 августа. Порывы ветра достигали 15 метров в секунду. В разных районах города упало несколько деревьев. На Ахунской улице береза рухнула на линию электропередач. Военнослужащие некоторое время были вынуждены вручную открывать и закрывать ворота проходной. На проезде Димакова сухой тополь упал на иномарку. Автомобиль получил небольшие механические повреждения. Во дворе дома номер 29В на улице Зеленой ветром свалило большую березу. Был сильный ветер, березы, ну вообще все деревья ходили как бы, проскачивались очень сильно. Подъехал к дому, зашел в квартиру, в окно просто береза гуляла туда-сюда. Отошел от окна, услышал сильный треск, береза уже лежала. Прямо в пару метрах береза упала от автомобиля. Автомобилистам просто повезло. И повезло то, что никто не пострадал из людей, что ни на кого не упало, слава богу. Ликвидировать последствия шквала сотрудники комбината благоустройства начали в тот же день. Сухое дерево упало в зоне солнечная. Там оно упало в лес. Мы ее вчера раскрежевали и вывезли. Второе дерево упало на территории садика Ленина 36А. Она упала на дуб. Мы выезжали с бригадой рабочих, потихоньку раскрежевали, не повреждая забор. И данное дерево погрузили, также вывезли. Сейчас мы находимся в зоне отдыха лесная. Упала береза возраст 80 лет, диаметр где-то на высоте груди 60 сантиметров. Упала в лес, но повредила забор металлический. Смяло его полностью. Все поваленные деревья были либо старыми, либо больными. Причем подавляющее большинство из них получили повреждения несколько десятилетий назад. И виной тому давняя детская забава – массовый сбор майских жуков. Их ловили и сшибали с берез не только для развлечения. Многие дети были почему-то уверены, что крылья майских жуков принимают в аптеке за деньги. Мол, из них делают какие-то лекарства. Ловили майских жуков школьники и поленьями обили кору. Кора отмерла. Сердцевина обнажилась. И движение сока уже по этой стороне не проходит. И дерево начинает усыхать. И держится, допустим, одна треть забита. Три четвертых движется, происходит загнивание. И дерево падает. И таких побитых в старые времена школьниками берез в Заречном сотни. А многие деревья просто погибли от старости. Этой сосне, которую сейчас будут убирать работники комбината благоустройства и лесного хозяйства, по оценке специалистов, уже более двухсот лет. И не исключено, что под тогда еще молоденьким деревцем останавливалась на постой войско Емельяна Пугачева, наступая на Москву. В плане комбината благоустройства вырубка около полутора тысяч потенциально опасных деревьев. Эта работа ведется практически во всех районах города. На месте спиленных сосен, берез, тополей, рабочие цеха зеленого строительства высадят молодые саженцы. Станислав Корякин, Елена Асташкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Еще один зареченец заболел геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Инфекцию, больше известную как мышиная лихорадка, он подхватил во время работы на даче. В нашем городе это уже седьмой с начала года случай опасной болезни. Ксения Тризна продолжит тему. Эпидемиологи бьют тревогу. В Заречном ожидается подъем заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом или мышиной лихорадкой. С начала этого года такой диагноз был поставлен семи жителям нашего города. Специалисты предупреждают – возможны новые случаи заболевания. Зима и прохладное лето 2017 были благоприятными для размножения грызунов, переносчиков мышиной лихорадки. Проведены у нас отловы. Весенний отлов проведен и в Заречном, и в Пензе, который показал, что грызунов очень много. И среди них есть зараженные особи. То есть прогноз на осень и на зиму неблагоприятный. Чаще всего возбудитель заболевания попадает в организм через дыхательные пути. Заразиться мышиной лихорадкой можно во время уборки или строительных и демонтажных работ на дачах в старых заброшенных помещениях, там, где водятся грызуны. Вирус проникает в организм вместе с зараженной пылью. Чтобы обезопасить себя, такие работы нужно проводить в респираторе или в маске. Если вы делаете какую-то работу, которая связана с большим количеством пыли, не стесняться защитить свои органы дыхания. Это главное в профилактике ГЛПС. Кроме этого, стоит проводить не сухую, а влажную уборку, чтобы пыли было как можно меньше. И не забывать о личной гигиене. Уберечься от опасного заболевания можно только таким способом. Вакцины против геморрагической лихорадки с почечным синдромом не существует. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Чем грозит самолечение при мышиной лихорадке? Можно ли спутать это заболевание с другими, например, простудными? И произойдет ли заражение, если не помыть после уборки дачного домика руки? Все о геморрагической лихорадке нам расскажет начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления номер 59 ФМБ России Мария Милова. Интервью в студии сразу после рекламы. А пока к другим новостям. Полку граждан страны Росатом прибыло. Почетные знаки вручили жителям улицы Спортивной и проспекта Мира, активистам конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор». На очередном празднике двора честовали тех, чьими усилиями город становится уютнее и краше. Рассказывает Ксения Тризна. Построить будущее страны Росатом. Такая возможность представилась юным зареченцам на празднике двора. Здесь маленькие жители домов номер один, четыре, шесть, восемь по улице Строителей и 74-го дома по проспекту Мира на специальной площадке создавали проект «Города будущего». Дети лепят тот город, который должен в их представлении быть, каким должен быть наш заречный в будущем. Очень красивый. Там у них и парковая зона, и бассейны разные, разные дома разных цветов, и домашние животные, красивые машины. Пока дети мечтают о будущем, взрослые заботятся о настоящем и стараются сделать мир вокруг уютнее и красивее. Инициативные зареченцы благоустраивают придомовую территорию, высаживают цветы на клумбах. Флоксы, алтиолосы, ирисы, берез дачи. Участники со стажем отмечают, совместное благоустройство дворов влияет и на погоду в доме. Горожане становятся дружнее и открытие. «Сначала смотрели на меня с подозрением, что это бабушка занялась такой. А сейчас вон весь двор, у меня трое помощников еще. И сейчас мой, я его уже своим, мой дом, уже в круговую оброшу цветами». Конкурс общественных инициатив «Мой дом, мой двор» стартовал в 2010 году. Тогда заявки отправили всего 17 участников. С тех пор он перерос в формат состязания непрофессиональных озеленителей. Начинался как именно конкурс «Мой дом, мой двор». Но сейчас можно сказать, что это уже не конкурс, это общегородское движение, в которое каждый год включается все больше и больше домов, все больше и больше наших жителей. Благодаря вам наш город становится все краше и лучше. В этом году в конкурсе принимают участие более 100 домов. Вместе инициативные зареченцы хотят сделать город уютным и красивым. «От красоты наших дворов зависит красота нашего Заречного. Вы молодцы, что ежедневно создаете уют около своих домов. Так держать». «Город Заречный – один из самых красивых и уютных городов России. Это уже давно доказано и наградами, и дипломами, и грамотами. И в этом успехе есть очень большая ваша заслуга на самом деле, потому что многие из вас являются очень активными участниками программы и ведут эту прекрасную деятельность по благоустройству своих дворов». Активистам конкурса вручили знаки «Гражданин страны Росатом» и дипломы участников. На праздники горожане смогли пообщаться с представителями администрации, руководителями городских предприятий и полицейскими, и обсудить с ними насущные вопросы и проблемы. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио «Компания «Заречный». В комбинате благоустройства определили лучших дорожных рабочих. На предприятии прошел второй этап конкурса профессионального мастерства «Простых людей труда мы чтим и славим». Состязание представителей рабочих специальностей проводит территориальная организация профсоюза на средства гранта, полученного за победу в объявленном госкорпорации Росатом конкурсе социально значимых проектов. За соревнованиями лучших благоустроителей наблюдала наша съемочная группа. На старт! Внимание! Марш! Поехали! Так начался второй этап конкурса профессионального мастерства в комбинате благоустройства. Эстафету у озеленителей приняли дорожные рабочие. Их задача – подмести выделенный участок асфальта и собрать песок в мешок. Тренировки перед конкурсом не понадобились, признались участники. Уборкой улиц они занимаются каждый день. Подготовки как таковой не было, потому что эта работа каждый день проводилась, каждый день мы убираем город. Эта работа не новая для нас. Вопреки распространенному мнению, убирать улицы совсем непросто. У каждого сотрудника комбината благоустройства свои методы и приемы работы. Выбор способа уборки зависит от участка. Если где вот, например, татуары, там уже надо заметать в куче и не иметь бордюра, то тогда в кучу и мешок. Конкурс профессионального мастерства проходит в рамках грантового проекта городского профсоюза простых людей труда «Мы чтим и славим». В соревнованиях дорожных рабочих приняли участие 10 сотрудников комбината благоустройства. Все проходит пока здорово. Я доволен, очень интересно. Люди с интересом возвращаются в конкурс профессионального мастерства. Тем более, что эта работа, она на самом деле незаметна, она почетна. Вот все, что мы делаем, это формирует настроение у граждан. Когда все чисто, хорошо, они идут с другим настроением, добрые. Все участники выполнили задания качественно и оперативно. Однако по условиям конкурса нужно было определить победителя. Первое место достается Малютиной Ларисе Петровне. Мы стали лучшим дорожным рабочим. Уже более 18 лет Лариса Малютина выходит на улицы Заречного, чтобы привести их в порядок. За это время она выработала свою технику уборки территории. Работать я начала с середины. То есть разметай песок в разные стороны, а потом сметай его по краям. Так оно получается быстрее как-то и чище. Второе место заняла Нина Гонякина, третье – Татьяна Капрянцева. Теперь побороться за победу предстоит водителям комбината благоустройства. Соревнования пройдут 25 августа. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». В Заречном состоялась финальная высадка экодесанта. Все лето ребята, отдыхающие в городских оздоровительных лагерях, участвовали в акциях, посвященных различным экологическим проблемам. Вместе с сотрудниками Управления природными ресурсами выходили на улицы города, раздавали прохожим листовки и памятки о раздельном сборе мусора и безопасном обращении с ртутными отходами, о правилах поведения во время отдыха на природе и защите лесов от пожаров. В завершение напомнили, что делать при встрече с лосем. Сегодня в нашем городе проходят акции «Осторожно, лоси». При встрече с лосем не нужно суетиться и не пугать его. Нужно вести себя спокойно и лучше всего походить на коза. Ой, умничка, спасибо большое. Спасибо большое. Как вести себя при встрече с диким животным, зареченцам напомнили ребята, отдыхающие в городском лагере на базе Дворца творчества детей и молодежи. Они стали участниками последнего экодесанта в период летней оздоровительной кампании 2017 года. Тема «Внимание в городе лоси» была выбрана не случайно. В данный момент яблок много, много пищи для лосей. Лоси будут часто выходить в город. Случаи бывают разные, но за последнее время нападение на жителей не зафиксировано, но очень часто бывают ДТП. Что водителям, что пешеходам, в августе и сентябре стоит быть предельно внимательными. В эти месяцы дикие животные, обитающие в Зареченском лесу, наиболее часто выходят к людям. А ты встречал в городе лоси? Много раз встречал. Правильно себя вел, как считаете? Правильно. Нужно не пугаться, остановиться, успокоиться, попытаться обойти лося, но сзади, потому что бьет лось передними копытами. Также не стоит пытаться погладить или покормить лося. Ведь несмотря на то, что эти дикие животные долгое время живут на одной территории с людьми, они не перестали быть дикими. Анна Литвинова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Чем опасна мышиная лихорадка и как ее избежать? Об этом через несколько минут, сразу после рекламы. Вы создавали отрасль. Вы строили наши атомные города. Вместе мы пишем историю страны Росатом. Вместе мы укрепляем мощь России. Прими участие в конкурсе. Впиши свою страницу в историю. Мы вместе храним прошлое, строим будущее. Создаем живую историю страны Росатом. Хотите жить в районе, где удобство и комфорт современного жилья сочетается с красотой природы? Жилищный центр 21 век предлагает квартиры в строящихся домах по улице Ахунской в 21 и 23 доме. Высококачественные строительные материалы. Интересные планировочные решения. Предчистовая и чистовая отделка. Стоимость квадратного метра от 35 тысяч рублей. Уникальное предложение для жителей Заречного. Квартира с ремонтом Комфорт Плюс по цене от 38 тысяч рублей за квадратный метр. Жилищный центр 21 век. Офис продаж. Заречный, улица Комсомольская, 1. Здание ПУЗ. Офис 219. Телефон 294645. Росатом чистит планету. Борьба с железными змеевиками на Атамаши. Особые кристаллы взрастят в Ангарске. Смотрите в среду в 20.00. Первоклашка 2017. Спонсоры проекта. Компания «Бековские сладости». Отдел концтоваров «Линейка». Детская площадка в торговом центре на Спортивной. Сеть кафе «Шоколад.ру». Отдел косметики, парфюмерии и бижутерии «Ванила». Компания праздника «Кураж». Книжный магазин «Феникс». Генеральный спонсор проекта – Центр образовательных услуг «Репетита Плюс». Готовьтесь к школе с выгодой. До 31 августа в планете канцелярии скидка до 17%. Вся сумма покупки возвращается на бонусную карту. Ее можно тратить и экономить весь учебный год. А еще в подарок спиннер. Готовьтесь к школе вместе с планетой канцелярии. Заречный торговый центр «Дубрава», «Универмаг», «Цитрон», «Арена» и магазин на улице Строителей 20. Иностранные языки на все случаи жизни и для любого возраста вместе с «Репетита Плюс». Английский, немецкий, французский, русский и общество знания. Помощь в усвоении школьной программы. Подготовка к ГИА и ЕГЭ. Спецпрограмма для первоклассников, малышей с 4,5 лет и взрослых. Возможность обучения за рубежом. По окончании курсов сертификат международного образца. Запись на обучение и организационное собрание 4 сентября в 18 часов в актовом зале школы 225. Телефоны 65-62-19, 60-70-19 и 8-927-376-1409. Внимание! Что вам нужно запомнить? Компания «Ремстрой» — это доступные цены, рассрочка платежа, изготовление окон за один день, дополнительные скидки пенсионерам и новоселам. Телефон 232-232. С компанией «Ремстрой». Оптика Пенсне поздравляет всех с началом учебного года и приглашает с 24 по 27 августа на традиционную осеннюю распродажу. Скидки на оправы до 70%. Плюс подарочный сертификат каждому. Проверка зрения бесплатна. Акция проводится во всех салонах Пензы, Заречного и в Бессононке. Редактор субтитров А.Семкин Новости на канале Заречный. Продолжим разговором о здоровье. Сегодня у нас в студии начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления номер 59 ФМБА России Мария Милова. Добрый вечер, Мария Валерьевна. Здравствуйте. Итак, Мария Валерьевна, мы сегодня в новостном выпуске начали разговор о геморрагической лихорадке. Давайте разбираться, прежде всего, что же это за заболевание и чем оно опасно. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом или мышиная лихорадка, как в народе называют, это вирусное природно-очаговое заболевание. То есть природно-очаговое – это значит на определенной территории, в очаге. Вот у нас в Пензенской области как раз природный очаг, как постоянный, постоянно действующий. Чем она опасна? Вот мышиная лихорадка, да, то есть она передается через продукты жизнедеятельности мышей. И из названия тоже видно с почечным синдромом. Она опасна тем, что она поражает сосуды в организме, и в том числе в почках, и серьезно нарушает работу почек и работу организма в целом. И опасна она тем, что могут регистрироваться тяжелые формы заболевания вплоть до смертельных исходов. Редко, конечно, но тем не менее. То есть это не просто какая-то простуда, а серьезное, очень серьезное заболевание, которое поражает весь организм, но в основном почки. А осложнения после нее бывают? Да, и у нас тоже регистрировались тяжелые случаи вплоть до полного отказа почек, до почечной недостаточности, гемодиализ. То есть такие случаи тоже бывают. Слава Богу, что не очень часто, но тем не менее. Мы говорили о том, что вот в течение этого года зарегистрировано на территории Заречной уже 7 таких случаев. Были ли среди них тяжелые? И ведете ли вы какой-то мониторинг? Каким образом произошло заражение? Да, мы мониторим. То есть мы каждого человека, заболевшего, опрашиваем на предмет, где заболел, как, каким образом, какие он проводит там работы, где мог вообще он встретиться с грызунами. Конечно, трудновато конкретно определить место заражения. Почему? Потому что инкубационный период заболевания 35 дней. И не все могут за 35 дней четко сказать, да, где они были, что делали. Но тем не менее тенденция, в общем-то, прослеживается. Вот. И у нас в основном заражение происходит за территорией города. Там, где в дачных домах, в сельских домах, на уборочных там работах, полевые работы или либо строительные работы. Вот такие. Мария Валерьевна, традиционно принято считать, что вот она передается с пылью, да, вот подняли пыль во время уборки, там остатки экскрементов мышиных, и вот таким образом происходит заражение. Возможно ли другие пути? Скажем, при употреблении продуктов, по которым лазали мыши, не заметили этого. Или, например, убирались в дачном домике, не помыли руки, схватились за какие-то продукты, да. Или от человека к человеку? Вот возможны ли такие пути? Так, сразу хочу сказать, что от человека к человеку не передается это заболевание. То есть человек, который заболел, он не опасен, не стоит его бояться и так далее. Он конечный как бы этап этого заболевания. Другие способы, ну, они тоже, конечно, имеют место быть, и мы о них всегда помним и предупреждаем людей, чтобы они берегли себя от контакта непосредственно с грызунов, от контаминированных продуктов, личной гигиены. Все это, конечно, должно присутствовать. Но самый главный все-таки и в литературе, в научной сейчас, самый главный путь отмечается – это воздушно-полевой. То есть это как бы основа. Остальное, ну, казуистика, она может быть, конечно, да, в небольших там каких-то процентах, и это тоже нужно помнить. Но полевой путь – он это вот основной, да. Каковы симптомы, и можно ли их вот так вот дома, находясь, спутать с какой-то другой болезнью, с простудой? Да, это начинается заболевание, прежде всего, с повышения температуры. И вот настораживающим фактором является то, что температура повышается до больших цифр сразу, и она ничем не сбивается. То есть один, два, три дня, там, четыре. Ну, конечно, не стоит увлекаться самолечением. Вот. А уже непосредственные специфические симптомы, такие как, может быть, высыпание, сыпь на коже, заболевание суставов, то есть суставы ломят, кратковременная потеря зрения. И самые главные симптомы – это сначала уменьшение количества мочи, боль в области почек, а потом увеличение, риск увеличения количества мочи – это вот конкретные уже симптомы именно геморрагической лихорадки. Но они приходят не сразу, на какой-то день. Вот. И, конечно, люди, возможно, могут даже и не обратить на это внимание, да, ну, немножко там пеленать перед глазами, могут и не обращать внимания. Уже когда начинаешь спрашивать конкретно, то люди уже об этом говорят. А так, в основном, это температура, лихорадка, вот ломота в руках, в ногах, в мышцах, головная боль. Да, то есть очень легко можно спутать с гриппом. Но наши доктора, поскольку у нас природный очаг, они очень хорошо умеют диагностировать ее, эту болезнь, и быстро сразу госпитализируют, и проблемы нет. Ну, то есть самое главное, что человек, когда у него появились такие симптомы, лучше перестраховаться и обратиться к врачу сразу. Ну, да, конечно. Обязательно к врачу, потому что дома лечить ее... Ну, формы бывают разные. Бывают, может быть, и не тяжелые, человек и переживет дома. Это не исключено, такое развитие событий. Но, конечно, лучше обратиться, потому что и средняя тяжесть, она очень тяжело переносится. А тяжелая, вот как я уже говорила, вплоть до отказа почек, то дома вы уже ничего не сделаете. Тут нужна только помощь медикам. Если человек переболел в течение жизни, возможно ли повторное заражение? Ну, считается, что пожизненный иммунитет формирует попадание вируса. Ну, учитывая, что разновидности вируса могут быть разными, может быть, где-то на другой территории, может быть, теоретически это и возможно. Но вообще, как правило, это один раз бывает. Но она оставляет после себя все равно след. То есть вот эти пораженные сосуды, которые в организме, они все равно, их функционирование уже не такое, как было до болезни. Почему вы предполагаете, что предстоящей осенью возможен всплеск заболеваемости? Ну, мы ведем постоянный мониторинг тоже жизнедеятельности грызунов. И погодные, во-первых, условия, они способствовали увеличению количества. Весенний отлов у нас был произведен. И по весеннему отлову, значит, было поймано большое количество грызунов. И часть из них была зараженной. То есть отлавливаются грызуны и обследуются на то, что они имеют это носителем вируса, являются или нет. И вот по результатам этих исследований прогнозы сделаны не только у нас, но и в Пензенской области, что высокая вероятность заражения и что высокая вероятность увеличения циркуляции вируса на территории нашей Пензенской области. Мы много раз об этом говорили, но все-таки, я думаю, не лишним будет еще раз повторить меры предосторожности. Да, еще раз, конечно, и призываем людей более серьезно относиться к этому вопросу. Потому что, как мы уже тут говорили, прежде всего, конечно, если есть условия, если есть где-то грызуны, где вы их видите, нужно обязательно постараться от них избавиться, чтобы в домах, в погребах, нигде, в гаражах грызунов не было. Во-вторых, обеспечить грызуну непроницаемость в помещении, там, где вы находитесь и работаете. Потом, если вы производите какие-то работы, ну, уборку, например, ее нужно постараться сделать влажным способом, чтобы как минимум было пыли, чтобы не было пылеобразования. Если работы производятся такие, где пылеобразования не избежать, то обязательно нужно, вот как мы уже говорили вначале, защищать органы дыхания. Это маски, хотя бы полотенце хоть какое-то. Если есть респиратор, то вообще замечательно. То есть это какие работы, как мы уже говорили, монтаж, демонтаж каких-то, разбор валежника, разбор сена, дров и так далее. То есть где, ну, никак не избежишь, водичкой не польешь, как говорится. То там нужно обязательно помнить о том, что если мышка там жила, то велик риск надышаться этой пылью и заболеть. Ну, и те моменты, как личная гигиена и охранять продукты от покусывания грызунами, тоже это обязательно нужно. Хотя это не первостепенная важность, но тем не менее это необходимо. Мария Валерьевна, и в заключение, а вот если, например, в деревенском доме или там в дачном домике мы обнаружили следы грызунов, что вот они здесь были, вот здесь они ползали, вот здесь они повредили продукты. Можно ли предпринять какие-то меры профилактики, чтобы предотвратить заболевание? Меры профилактики, к сожалению, отсутствуют, поэтому и такое у нас столько раз мы повторяем. То есть никак, ни прививку нельзя сделать, там, например, как при вирусном гепатите, нельзя антибиотики пропить, как при клещевом барлиозе. Никак. То есть только обезопасить себя от попадания пыли и грязи вот этих следов грызунов. Ну и влажную уборку сделать. Да, сделать влажную уборку, можно с дезинфицирующими средствами, то есть водички побольше, не стесняться. Вот. Потом посмотреть, через какие отверстия проникали мышки, их заделать и провести эдротизацию, то есть разложить яд, чтобы грызуны больше не приходили. И те, которые уже, возможно, там есть, чтобы они померли, погибли. Спасибо большое. У нас в гостях была начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления номер 59 Мария Милова. Мы говорили о профилактике геморрагической лихорадки. И мне на этом все. Спасибо, что были с нами. До встречи на родном канале «Заречные». Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова